Приветствую вас. Давайте попробуем рассмотреть ваш вопрос. Вы пишете следующее. Как избавиться от привычки гадать онлайн? Гадаю годами, не знаю, что делать. Ну, что делать, чтобы шипу, во-первых. Во-вторых, Гадаю, вы пытаетесь дать себе некоторое чувство определенности, скорее всего, что означает, что у вас самой этого чувства нет. Что-то по определенному, что-то. И вы пытаетесь его получить извне. Вот. То есть вы не доверяете себе, вы чего-то боитесь. И, собственно, это то, о чем говорил мой коллега Гудрущев Игорь Леонидович про тревожность. Вот. То есть у вас тревожность есть. Эта привычка, она вам что-то дает. И в то же время позволяет вам чего-то избегать. Ну, вот. Ну, буквально. Чего-то избегать. Значит. Задача. Наша задача заключается в том, чтобы понять, во-первых, что привычка вам дает, и во-вторых, от чего вы убегаете. Да? Ну, то есть вот, буквально, от чего вы убегаете. Понимаете, да? Вот. Это то направление, в котором вы можете двигаться вместе со специалистами. Ещё, чтобы я сказал, это то, что, ну, ваше желание гадать, оно связано напрямую с тем, насколько вы интересуетесь своей жизнью. То есть... если мне моя жизнь интересна, допустим, то вряд ли я буду тратить своё время на что-то другое. Вот. А если я это делаю, то мне моя жизнь получается не особо интересна. И вам нужно здесь, как мне кажется, обратить внимание именно на это. Насколько мне интересна моя жизнь, насколько я нею интересуюсь. Если интересуюсь, то как это происходит? Вот. Полная ли моя жизнь? Потому что, видите ли? Нюанс в том, что из-за вторичной выгоды привычка будет в какой-то степени притягивать вас. То есть вы не сможете по своему собственному желанию взять и избавиться от неё, избавиться от привычки. Она вам нужна для чего-то. Она вам необходима. Покажем. И, на мой взгляд, идея заключается в том, чтобы, во-первых, не бороться с привычкой. Но наполнять вашу жизнь чем-то ещё. Чтобы у вас естественным образом сформировалась ненужность этого делать. Я имею в виду ненужность. Я имею в виду ненужность. Гадать. И, с другой стороны, выделить и признать факт наличия проблемы, которую вы пытаетесь решить через гадание. Проблема ваша, но вы решаете её вовне, посредством внешних факторов. Что, конечно, делает вас зависимой, потому что так проблему не решить. Очень жаль, что вы не написали по поводу чего выгадаете. Вы гадаете? Да. Да. Ну, то есть, вот, что является предметом гадания. Если бы вы это написали, то было бы, конечно, значительно лучше, потому что так бы мы смогли понять примерно, какая проблематика у вас есть. То есть, ну, понимаете, да, в зависимости от того, по поводу чего вы гадаете, в зависимости от того, что является предметом вашего гадания, можно как-то вот предполагать, что за проблему вы решает и, соответственно, уже вам помочь. Ну, в целом, я бы сказал, что гадание – это такое потальное отрицание своей собственной жизни. Гадание – это в целом такой потальный отход, отказ, если угодно, от своей собственной жизни. Вот, и, на мой взгляд, в этом вам, вот, да, и требуется помощь, вот, в этом вам и требуется, скажем так, поддержка. Вот, именно в том, где вы начинаете, как бы, ну, отказываться от себя, отказываться от своей собственной жизни. Вот, такая вот история. То есть, глобально, да, проблематика заключается в тревоге глобально. Это правда. А вот локально, что происходит, сказать пока достаточно сложно, потому что нужно с вами, скажем так, поговорить. Нужно получше вас узнать. Вот. Поэтому избавляться от привычки не нужно. Когда вы избавляетесь от нее, вы отделяете себя от привычки. То есть, вы как бы, ну, вы как бы говорите, что вот, значит, я и моя привычка – это разные вещи. Это не одно и то же, как бы, ну, вы так вот пытаетесь сказать в этом смысле. На деле же, на деле, это не так. Потому что вы в этом смысле и есть ваша привычка. Нужно только понять, что это такое. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.